Потому что жизнь человека очень короткая. Это нам кажется, что я вот молод был, но успеешь оглянуться и уже на той стороне. Это в Тихом Доне пишет Михаил Александрович Шолохов об этом, говорит. И кровь, говорит, застынет-ка в глубоком колодце. И спроси, прошла ли твоя жизнь? Он говорит, ничего не заметил там дед Гришак, как будто и не было. И поэтому надо примириться со Христом. Вот мы молимся здесь, Господи, пошли добрых проповедников, миссионеров в эту чатрулетку, в эту вот Содом и Гоморру. Христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Чтобы воздействовать о любви Божией. Что Сын Божий Христос умер за грехи людей. А Сатана играет имя. Здесь ничего нету. Скопище, огромный блудодейственный дом терпимости. Мужчины, вот все собралось туда. Это маньяки сексуальные. Я уже здесь 80 дней примерно. Ну, есть люди одеты. А примерно половина голого мужчины. Голову прячет. Хотя в условии этого чата как раз... Я спрашиваю, а кто эту рулетку-то составил такую? Ни один не мог ответить. Не знают. Я говорю, мальчишка составил. 17-летний двоечник. Андрей Терновский. Он говорит, экзамены приближаются. А у меня одни двойки. Я, говорит, решил думать. Думать, как-то надо что-то делать. Но вот придумал в это. Не надо не регистрироваться, ничего. Знакомство ни к чему не обязывающее. То есть это как в поезде. В одном купе. Мужчина и женщина. Ничего больше тут нету. А и примерно процентов 80 мусульмани. Я говорю, а вы-то зачем здесь? Ну, поговорить. Да кого говорить-то? Вы друг с другом-то не умеете говорить. И вот начинает лукавить. Я им Библию показал. А они, о, это не то. У нас своя книга. Я говорю, какая? Может, вот это вот? Ну, да, Коран, Коран. Я говорю, считай, что написано. Не можете. Я говорю, тут баран, баран. Как наши православные. Стоят церковно-славянский язык. Тоже столбами. Ничего не понимают. Я говорю, в вашей книге-то тоже написано, что маленько-то за собой смотреть надо. А вы материтесь, пьете, курите, сидите здесь. А зачем мы тогда пришли сюда? Я говорю, я расскажу, зачем. У тебя дома разрешается четыре жены иметь по этой книге. И за каждую надо колым платить, вену. А здесь 44 голые даром. Вот вы и пришли, южноафриканские жеребцы на чужих кобылах кататься. Захохотали, сидят. Ну, я же знаю вас. Вы блудодейное семя. А ведь вам это тоже не говорится, что суд божий будет. Правда, у вас царство-то блудливое. Там у него гурии будут каждый день, там 20 или сколько, каждую ночь. Ужас один. И люди верят в это. А когда о Христе скажешь, о недосягаемой высоте, которую Бог дает здесь, при рождении свыше, водительством Духом Святым, о чем Серафим Царовский говорит, у него никакого понятия нет. У него одного. Так ты прими христианство. Со мной это разговаривал один. А я ему говорю. Вот в прошлом году у нас, а мы строим православную деревню с нуля. У нас крещение идет в озере. Мы подготавливаем к крещению внимательно. Не то, что там 20 минут, а 500 часов. Я в пяти университетах вел занятия студенты. Я говорю. И стал говорить, какой чин принятие из мусульман. Как он отрекаться должен. Как он бы сноваться начал этот человек. И все смотрят, а что это с ним сделалось? Ну что сделалось? Враг чувствует, что душа может обратиться к Богу. И поэтому реакция наша такая. Вот у нас очень большой видеоканал. Открытым оком во свете Библии. Вы можете себе записать. Там у нас 15200 роликов только наших. За где? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Еще. Во свете Библии. Во. Во. То есть, во свете Библии Игнатий Лапкин. Это я. Нашел. Вот как. Хорошо. Ну вот так. Ну правда там подписчиков у нас немножко. 36-30 штук. А посещаемость просмотров-то 35 миллионов. Великое дело Бог сделал. А вот если у вас будет желание побеседовать, в скайпе Игнатий Лапкин зарядите, я один с этой фамилией. В скайпе. А вот если к этому добавить, это в ютубе нашли. А если через гугл, яндекс зайдете, во свете Библии Игнатий Лапкин. Сайт. 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 Сайт у этого равных нету в мировой сети. Что у нас там есть. Там 41 книга моей, 41 тонн моих книг, которые 38 в книжном варианте. А вот откуда сами там? В Барнаул. Алтайский. У нас была большая миссионерская поездка. Мне Бог положил на сердце книги подарить библиотеке мира. Тираж-то небольшой тысяча экземпляров. И мы проехали с Барнаула до Владивостока. Все города. А потом проехали до Лиссабона. От Тихого до Атлантического. Прошли в Скандинавию, Прибалтику, Север, Турцию. И 650 городов я дарил. Ну-то Бог так сделал. Каждый комплект это 750 евро. Мы проехали. Видели. То есть обстановку знаем, видели. А вот неверующим. Я бы стал разве делать это. Да зачем мне это нужно? Я 9 лет не вылазил из-за компьютера, печатал. Это не один. А каждый том 752 страницы. Это опыт жизни. Мне пришлось проповедовать много лет. Во всех отделах милиции, воинских частях. Три радиопрограммы. То есть огромный-огромный опыт. И тем более поехали, когда это все с Богом. Когда человек верит в Бога, что есть загробная жизнь. Мне пришлось много судить. Вот после освобождения последнего. За слово Божие сажали. 11 лет шел суд. И Бог так сделал, что я его выиграл. Они должны были 11 миллиардов. Ну, не динаминированные. Это там меньше заплатили. Но два дома, вот в центре Барнаула, центральный район. Суд присудил мне отдать. У них рассчитывать все нечем было. А там фильмы сняты. Если в сайт зайдете. Сайт. Сайт во свете Библии. Игнатий Лапкин. Вы там столько найдете для себя. Это море. Там 50 книг моим голосом насчитаны. Там Библия, архипелаг ГУЛАГ. Интервью там у репрессированных. Ну, было за что сажать. Вот так. Это все позади. А опыт остался. Вот как-то опытом никогда не надо пренебрегать. Мы вот за границу готовились. Паспорта оформляли. Шенгенскую зону. Как войти. Ну, все страны Европы пройти. Это не просто пройти. А мы едем на газелье. Два миссионера проповедника. Шофер, дальнобойщик. И собака немецкой породы. Она стала чемпионом России после наших поездок. А то Господь так сделал. И вот все. Там нельзя. Там не так. В Польшу там не заедешь. В Скандинавию. Там эти справки по собакам не проехать. А мы защипировали. Ветеринарные справки. Все. И поехали. Когда я целую тетрадь на выбирал. И переплел. Я сам реставратор. Переплетчик. И никого не отрицаю. Но у нас все было не так. Вот не так. Говорят, в Чечню не ездите. Там только головы режут. А нас приняли как родных братьев. В Азербайджане в доме мулы ночевали. Шесть мусульманских республик. Это везде. В библиотеке. 650 городов. Это районных центров. Не игрушка. Почему? Мы надеялись на Бога. Ночевали где попало. В лесополосах. Надо было питаться. У нас с собой как печку сделали. С одной решетки. Все это там показано. И ничего на нас не сошлось. В Скандинавии. Там это так. А там такие люди. Ну просто хорошо приняли. А Польша не проезжали. Наоборот. Самый легкий проезд был. Ну. Часто берут. Там через 100 километров. Перекрывают. Заплатили. Но не строят дороги. Тут все объяснимо. Вот. Ничего не сошлось. Потому что мы Богу молились. А вот в Риме мы папе римскому Франциску Венедикту подарили книги. Подарили папа римским. И там в Риме. И мы все снимали. Всю дорогу. Где бы ни были мы все снимали. На фото и на видео. И вот это на нашем сайте. И на нашем ютубе. Это все увидите. Ну. 15 тысяч роликов. Вы просто не найдете в интернете. И вот. Еще не посмотришь. Никогда не пренебрегай опытом. Ничим. Посмотри. И во свете Библии рассмотри. Как это будет. Он так называется. Во свете Библии. Тогда она жизнь другая. Или люди другие перед тобою. Вот. А если в мой мир зайдете. Mail.ru называется. Тоже во свете Библии. Там у нас 22 тысячи наших фотографий только. Фотографии. Все снимается. Вы увидите. Как у нас люди одеваются. Старинный. Благочестивый. Русский обычай. Я говорю. Посмотри на картины. Сурикова. Поленова. Репина. Как русские люди одевались. Без пояса никого не было. Женщина без сплотка не выходила. Это сегодня сейчас переодели. Там брюки. Мужская одежда. Мужчины бреются. Две мамы в одном доме. И у нас все это говорится об этом. Как вот строим первым делом. В России 21 тысяча деревень исчезли. Мы получили статус. Государственная школа. Дороги. Все своими силами. Ни рубля за 27 лет государство не дало. Ничего. Работай. И тогда жизнь будет интересная. Ну а как интересно. Ну спать уже пора. Да. Ну с Богом. Заходите когда надо будет. С свиданием. С Богом. Храни вас Господь. Аминь. Христос воскрес. Ахамдуллах. Я мусульманин. А что что мусульманин то. Вы эту книгу считали когда нибудь? У нас дома была она. Но я не считал. А у вас не считали. Да. А вот эту и считали книгу? Да. Ну тогда прочитай. Что написано. Вот это. Я пара не умею. Ну не умеете. У нас тоже по-славянски не умеют. Мы такие же как вы. Так что тут ничего. Тут надо по-русски. А тут переведен. Лучший перевод Корана. Как надо жить. Как Богу служить. А здесь вот собираются. Вот здесь сейчас рулетки. Собрались для блуда. Больше ничего тут нет. Голые мужики валяются. Женщины всякие безобразия делают. А тут в этой вашей книге-то ведь тоже написано, что суд Божий будет. И Бог будет судить. Ну вы называете Аллах. Мы очень хорошо знаем их. Ну мы верим в Господь Бог наш Единый во Святой Троице. Это в нашей книге написано. У вас по-своему вы. В вашей книге там по-другому написано все. Мы верим это. Ну значит в вашей книге неправильно написано. Да. Бог и Аллах это Един. Един Бог, Един во Святой Троице. А Русский Бог, вот. Аллах, Аллах это, Аллах, Аллах. Это все Ему подчиняется. Аллах это означает всемогущий, всесильный, один. Я знаю. Да. Да. Надо верить, что за нас умер Христос. Прощенный грехи нам. Если мы веруем в Него. Мне жаль, что Он умер так. Я с мусульманами говорю, говорю, что у вас самое ценное в вашей вере-то. Ну вот, мы дружные такие. Дружные, блудливые, вот пойдете. Я говорю, самое ценное намаз. У вас пятикратный намаз, а у нас семикратный. Семь раз в день на молитву. Вот самое ценное что. Ты держись двумя руками за намаз. Вот мы когда ездили в поездки миссионерские от Тихого до Атлантического океана. И нам везде встречались мусульмане. Они нам нигде плохого не сделали. Мы шесть мусульманских республик прошли. Турцию с той стороны Черного моря. Я знаю, какие. Мы в доме мулы ночевали. В мечеть ходили. В комнату намаз в одном городе. Нам директор открыл ее. И мы там разулись. Все сняли, помолились. И последний поклон мы сделали так, как у них. Помолились мира. Дагестану попросили. Если мы молимся, дорогой едем. Мы уважняем вашу веру. Да. Вот мы дорогой едем. Если где-то мусульмане там делают дорогу, ремонтируют. А мы недалеко. Мы расстелим свою палатку военной. Это и становимся. И мы молимся. Мы знаем. А они нас в обиду никогда не дадут. Они очень любят, когда люди молятся. Они знают. Мои руки чистые. У меня оружия нет. Мы вообще не воюем. А вы свинину едите. Я говорю, я вообще мяса не ем никакого. Не потому, что нельзя. У меня хороший организм. Мне 80 лет. Я благодарю Бога. И мусульманам мы говорим о Боге, о Христе. Что Христос за грехи наши умер. Вот у нас в прошлом году мы деревню православную строим. Все верующие. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Когда докажет человек, что он такой, тогда мы ему разрешаем приехать, посмотреть. У нас приезжает каждую осень тут мусульмане. Картошку покупают. Алтайский край. Это край такой плодоносный. Надо жить для Бога. А когда не для Бога, и мне много пришлось судиться. Меня за Беру в Бога сажали. Я в 87-м только освободился. А потом реабилитирован. Ну и что у меня изъяли, конфисковали фанатеку. И судья оказался мусульманин. И он говорит, как же вы христиане, и судитесь друг с другом. Я говорю, да это безбожник у меня отняли, это все. Суд-то мне вернул, два дома вернули, два дома. Вот я где нахожусь. Они рассчитаться ничем не могли. Это город Барнаул. Я говорю, вот я понял, что судья должен быть верующий. Что если неправильно судит, его там Бог или Аллах накажет. Чтобы за взятку он не работал. Поэтому судей надо ставить, чтобы были они православные, баптисты, мусульмане. Неважно. Главное, чтобы верил, что есть суд Божий. Вот это я понял. Не сразу. А этот-то ему взятки дали, он теперь судит. Мне один напал, то я на него подал в суд, а он коммунист. А я приезжал, он со мной беседовал. А я ему доказываю, деревни уже не было, три года. Где ты мог приезжать-то? Ты же неправду говоришь. Ну, архивами все это поднять пришлось. И он врет, врет просто на каждом шагу. А этот судья серьезно такой сидит. Я говорю, вот так надо судить. А он мусульманин. А вы мусульман хвалите. Эээ, я сужу на будущее. Он судит, еще и упрекнул нас. И тоже справедливо. Когда для Бога мы живем, у нас все по-другому. Вот мы рано встали. У нас в 4.40 всегда встаем. Я начальник детского лагеря, 45 лет сам основал лагерь и был этим. Мы для Бога. У меня там и мусульмане, и кого только не было. Мы никого не заставляем как молиться. Ты как молишься? А у нас вот так. Ну так молись. А у нас храм. Идем в храм. Родители отдают, знают, что у нас худому не научатся. Его никто не будет притеснять. Для Бога. А если бы не для Бога, мне зачем это нужно? За мной, за спиной, это там 5 тюрем. Это не 2 дня. Меня 26 лет только мучили. Это мой Бог, Господь спас. А мне 10 июня уже 80 лет. 80, это не 8. И поэтому, если бы правители наши все это понимали, они бы для Бога старались сделать это. И детей сохранили. Мы молимся сейчас. Господи, дай мир Израилю, Россию, Украине, Сирии. Дай, Господи, мудрости проповедовать христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам о любви Твоей. Что ты умер за нас, Господи. Ты даешь прощение даром. Вот у вас, если будет желание встретиться в скайпе, Игнатий Лапкин, зарядите и сразу на меня выйдете. Игнатий Лапкин. А, ты сможешь написать через смс, я споткаю тебя и собираю? У меня тут целая городушка пристроена, убрать, напечатать, и сразу уберешь. Я по буквам говорю, Игнатий. Игнатий? Игнатий Лапкин. Это по-английски написано или по-русски? По-русски, по-русски. Игнатий Лапкин. И в скайпе вы меня найдете. А если зарядите в Ютубе, там впереди поставить «Во свете Библии». У нас большой канал, 15 200 роликов только. Очень большой. Наши беседы, мы в доме... Вот как написано, да? Да. Мы в доме мулы ночевали, там как мы молились, в мечеть ходили. Вы все увидите. Это Баку, город Баку, Азербайджан. Очень грамотные люди. Жена у него, жена, на четырех языках разговаривает, читает. А он на шести языках понимает. Мула молодой. Мы о Боге беседовали, взяли за основу римлянам 6.23. Возмездие за грех – смерть. Все согласились. А дальше никак. Я говорю, а дальше дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. У них Библия лежит на столе, Коран, везде надписи. Икон нету. У нас в доме есть предмет. Да. Вот это нас Господь призывает к миру. К миру во Христе. Если будет желание, заходите. До свидания. Храни вас Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...